Ё-май, здрасьте! Всем привет! Мы находимся... Почему же? Почему же? Почему же? Всё, погнали! Отлично, феерично и красиво! Ты что настроен? Понимаешь всю неделю? Верните, да! Верните! Тот чемпион! Суду, блядь, фе! Тот, это метр! Давай, Вася! хочу у нас очередной кипишной день все надо успеть а времени в сутках мало на данный момент едем в транспортную компанию наконец-то пришло очень много деталей для нашей бмв 92 там я амортизаторы и вайсфап и привода домкрат и наконец-то наши гоночные пришли короче очень много вещей которые мы сейчас с вами заберем привезем на базу и по пути кстати еще кое-какие рабочие моменты решим парочку чтобы 300 раз не гонять нашу великолепную техничку мы проснулись и приехали вчера ст.к. сокол спортивный комплекс в казахстане рядом с алматой 76 километров в эти выходные вы хотели проходить первый этап казахстанского дрифт чемпионата сегодня собственно неофициальная тренировка подготовительный тест всех машин все команды заезжают в тех парк в тех зон ставят свои парки проверяют свои машины кто-то собрался всюду ночью кто еще до сих пор собирается туда отклеивается готовится к внешнему виду мы находимся уже на площадке так как мы не едем в этом на этапе вот поэтому но изнутри нам нужно показать посмотреть самим как все проходит дело с какими там трудностями может столкнуться ну и заодно тренируемся на официальной тренировке регистрироваться и мы уже притягиваем сегодня по тренеру обязательно завтра у нас тренировка на тайм атаке это также здесь находится площадке транспортами мы будем ездить все эти выходные но познакомиться с трассой в любом случае нужно потому что тренироваться будем а трассу чуть-чуть сделали шире более скоростную есть кусок вон там прям потом покажешь где даже линию не прочертили потому что она в бетоне уже блин будет интересно готовимся готовимся наконец-то долгожданные запчасти начали приходить сколько их ждать уже можно наконец-то же пойдет работа по постройке нормальных тачек в основном е-92 там подвеска привода вступицы там до хрена всего сейчас будем распаковывать еще на винтерс я смотрю запчасти подшипники все это гоночные домкраты самая крутая штука которая может быть в парке сервиса наконец-то они у нас тоже их сейчас очень тяжело купить на них большая очередь но еще из-за всего что происходит в мире они производятся в эстонии короче там логистика вообще сумасшедшие они отличаются своей надежностью скоростью и высотой сейчас секундочку так тяните пацаны выносит пацаны выносятся надо наоборот пары дополнительные на винтерс чтобы продукцию менять быстрее самое долгожданное это наконец-то то что мы начали получать запчасти именно на наши основные боевые дрифтовые автомобили это на супку на е-92 какие-то запчасти на сливу или на z-ку в свете последних событий вообще сейчас логистика заказ запчастей это настолько все сложно и долго и вот сейчас мы забрали почти 500 килограмм груза практически все здесь час на бмв е-92 там включая привода амортизаторы подвеска вместе с зипом со всеми там ступицами пришла система охлаждения на бмв е-92 там с радиатором с диффузором со всей этой ерундой сейчас счет это все привезем на рейсбейс там распакуем и уже более подробно поймем что же все таки пришло из этого большого заказа ну что ребята первый тренировочный день не все идет по плану не все идет так как хотелось бы по факту даже до конца не дотерли первую полу пару баллонов сделал три выезда первые кайф машина поехала потому что поменяли редуктор вторая передача ведет как надо все прям здорово второй выезд масло плюнуло задымился но ничего не загорелся все нормально вроде устранили щуп вылетел под давлением технически не сильно подкован но устранили третий раз выезжаем такая же история закрутили все на хомуты подтянули но не решила проблему тоже самое произошло все произошло возгорание уже в тех парке посушили устранили заново сейчас выяснилось что фитинг приехал ищем решение машина остывает сейчас остынет скорее всего фитинг уберем просто посадим на шланг за мы затянем хомутами и будем пробовать дальше тренироваться все ездят я смотрю поэтому ничего я думаю что решим это только начало тренировок поэтому зато потом эмоции будут кайфовы жама муэлла рамазлайк сэн жама муэлла рамазлайк сэн нет сейчас наполеонский На самом деле нет вчера, нет завтра, нет сегодня Оно все идет одним днем Как день суркают, только какие-то изменения идут Просто навалилось всего очень много Очень много машин нужно построить Пацаны там вообще зашиваются То есть как бы у меня чуть-чуть другая зона ответственности Мне бы с вами поговорить успеть А по сознанию еще нужно что-то прикрутить, придумать Там уже всех, кого можно мы привлекли, задействовали Ребятам всем рахмет большой Потому что ну реально все помогают И Саша Бочкарев, и Дима, и Нур И наша команда полностью оттуда работает У нас есть минус один небольшой Потому что нас покинул один парень Который работал у нас, недолго работал Но руки толковые были Стас, капитан Москвы Ему рахметная работа вообще в целом Но возвращается, возвращается, да Домой, ну у него семья вернулась домой на родину И что-то он не может без семьи Поэтому оно и понятно Мужику нужна семья Для кого в конце концов мы все это дело делаем На пути становления еще во всех моментах Как и гоночной команды, так и сервиса Спортивного ателье по спортивным машинам Так и нужно готовиться к соревнованиям Другие там какие-то строительные моменты происходят По мерчу Если вы заметили, то уже отрабатываем мы плотно Мы хотим это сделать не только чтобы команда была упакована Но чтобы и фан-зона, когда такая появится Мы очень надеемся на то, что она появится Вот, чтобы все это дело было Поэтому плотником работаем Петя ждет уже на сервисе Вот, будем чуть-чуть с ним этот Посмотрим, посмотрим за... Очень интересно на самом деле Поглядить за его эмоциями Он парень такой спокойный У него выдержка хорошая Кстати, мы прям полный-то обзор Наверное, не делали еще всего и сто Мы обязательно смонтируем видео В каком состоянии оно нам досталось И что мы с ним, в принципе, сделали Ну и делаем до сих пор Просто сейчас фокус сместился больше на машине Потому что времени нет и задача стоит Поэтому думаю, что в межсезонье Проходите, пожалуйста В межсезонье, если появится время То мы еще наведем здесь порядка Я визуализирую, что она уже стоит на обвесе, на колесах Особенно после этапа, когда мы погоняли И уже почувствовали, так сказать, кровь Как это все выглядит И уже кипит Уже даже вчера был на соколе Я типа смотрю на эти постановки Уже охота разогнаться, поставиться И будем уже более уверенно рады Потому что после первого этапа Ну прям столько информации в голове осело И ты сидишь, ну даже неделю прокручиваешь Это все раз, а здесь так, там так И короче, это все вот опыт, опыт, опыт Кстати, да, по поводу первого этапа Вот тут будет ссылочка где-то прикреплена Посмотрите, кто не видел Я думаю, вам понравится Хотя нас там нет Но я думаю, что вам понравится все равно Работа хорошая Чего Петя-то приехал сегодня? Чего он хочет посмотреть? Он краем уха слышал Но, по-моему, не видел ХГК-шный каркас Ты не видел же его? Каркас, ну так, частичку его видел Его даже, на самом деле, неинтересно Его смотреть Вон он, вон, 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 часть Там просто труба Упакована, и ничего не понятно А вот тут вот ништяков как бы чуть-чуть Поднасыпало Поэтому пойдемте показывать Пете И смотреть за его реакцией Кстати, да, можно А там угол подкиньщик Крайшик сильно много не показывают Карбончик, карбонкилвар А там я буду сидеть И вот этой частью вдоль бетона Ну, может, где-то приложу аккуратненько Но, чтобы пощупать и было эффектно Ну, кстати, сразу же, обрати внимание Пришли эти домкраты? Ну, к такими домкратами знаком параллельной теме Если, ну, как бы для вас это, конечно, будет просто железка Но это очень крутые итальянские домкраты Которые очень высоко поднимают машину И что удобно для ее обслуживания И механикам, я надеюсь, будет удобно И быстрая смена колес Быстрый ремонт В общем, очень крутая вещь Смотри, смотри сюда Ты видел, какой он здоровый? Е-мое Не тяжелый Ну, не, на самом деле, не сильно Сейчас дальше там по весу прогуляемся по тормозам И по всему, поймешь Вот это ХГК-надписи Это известный бренд Известное ателье, которое строит BMW Е-92 Двойку не строят Супру 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 Очень крутой бренд Я думаю, вот это Это, как бы, такая значимая часть Чтобы машина не перегревалась Она еще и, смотри, там На самом деле, ну, как бы, никто, если кто не знает Ну, это очень важная часть Чтобы машина не перегревала Чтобы ты мог заезд Ехать на уверенном Просто давить газ И знать, что у тебя ты можешь второй заезд проехать Потому что сейчас мы на первом этапе сталкивались Не хватало охлаждения Заливали все водой Здесь, я думаю, такой проблемы уже не будет Вот здесь Опора под Samsonus BV-1900 Я что, я так не мог тебя сделать Я же вовки спрашивал Ты вовки спрашивал Но выглядит Это, короче, не та опора под коробку, которую мы привыкли видеть А это очень красивая деталька Можно, короче, снизу показ устраивать Но дальше интересное Амортизаторы, которые будут обеспечивать управляемость Можно их здесь регулировать по высоте Разные настройки Также по жесткости Что позволит правильно управляться автомобилем Правильно разгоняться Чтобы задняя ось Ну, то есть, как бы прижималась правильно И машина ехала именно с хорошим зацепом И сразу взяли два комплекта Для того, чтобы на случай аварии Не придумывать какие-то там Такие сварку, еще что-то Поменял амортизатор, поехал дальше Да даже просто у него там вытек Или что-то произошло Не ждать, не обслуживать А просто ехать И давать хороший бой Много визуализировал до этого Ну, как там На 3, ну, я смотрел много видео И когда ребята, да, там Едут на таких там Мировых сериях На таких запчастях Запчастюльках И тут мы на таком едем То есть это очень круто И уже хочется это все в бою проверить Чуть-чуть четыре года И уже полно блюдо На равен парень Я же что-то Я же сам спросил, сказал Наталья не поедет А полку Вот я же говорю, будет ему стоять Давайте открываем Будем смотреть И вместе с зипом тоже Он сразу же идет Открываем Опачки Так, блин Передний рычаг Что обеспечить нам Хороший выворот И в больших углах Чтобы это было Очень эффектно И красиво И также передний кулак Такая немаловажная вещь Это полностью весь кит-комплект То есть кулак Передний рычаг Тяги И также Верхние опоры Они тоже, да? Двух Все, да Чтобы это все можно было В случае контакта Быстро починить Это тоже немаловажный момент И вообще Для пилота Когда ты едешь Когда ты понимаешь Что у тебя нечем ремонтироваться Или такое Ты знаешь Что ты не можешь рискнуть Не можешь удариться А тут я понимаю Что можно ехать Где-то рискнуть Попробовать найти Ту самую грань Ну да Ничем рискнуть Как бы Нет В гранях Досвольно Понятно Можно все списать Четыре дипа сразу же Да Ну типа Ну в роликной теме Я с этим знаком Более чем там Потому что Здесь как бы Там У тебя заезд очень короткий А в ралли Ты едешь там Сто километров Боевых Ты должен докатить Всю гонку И не разбить машину А там вообще Если у тебя машина Ты должен по-любому доехать То есть у тебя что-то Ну отвалилось Вырвало Все Если ты остановился Все техфот Нет Если у тебя есть время Закончить этот участок И ты можешь починиться И доехать Со штрафом У нас было такое Когда мы со штурманом Вылазили Чинили машину Доезжали до финиша Но зато это был финиш Главное Здесь в дрифте Конечно Это еще более короче Ну короче Да Быстро проезжаешь Любая поломка Тебя может выбить В соревнования Но короче С тем Что сохранять технику Я знаком Но Надо показывать Для максимума Смотри Вода Для задней оси Гордятся размеры Хотя бы Хоть этот Хоть обними Можно короче Подкачивать руки В свободное время Вот эта часть Тоже Немаловажная Именно За счет нее Будут вращаться колеса И если Будет много зацепа Чтобы вот эту часть Не сломала Именно вот Благодаря этим штукам Приводам Передается Весь момент Все что передает Мотор Всю мощность На колеса Для сцепления С дорожным полотном Я рад что они у нас Такие мощные Можно смело давить газ В этом приводе Технологии не стоят на месте И вот эта полосочка белая Которая Стоит Она не просто так Есть инструкция к ней Как на этой полоске Диагностировать привод Эта диагностическая полоска Как позволяет тебе Сказать Недоблаговременно Предупредить ситуацию Обобрели привод Это немаловажный момент Она начинает скручиваться И типа ну Да Диагональ пропадает Она кручет Не просто так То есть надо Инструкцию изучить Потом Надеюсь Наши ребята Из сервиса Изучат Этот момент И поедет Пошел другим путем А это Судя по всему Наши тормозюльки Здесь Мне уже подсказали Это задний тормозной диск Это передний 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 Значит немного напутал Но вот передний тормозной диск Это задний Это его внутренняя часть Именно которая прикручивается Сюда Взять туда торчат шпинки И туда прикручивается колесо Просто обратите внимание на то Как он держит тормозной диск Да А это Задний тормозной диск Смотрите На свой колонтон Но этого Достаточно Там будут стоять Хорошие колодки И также два суппорта Правильно Отдельно на ручник Отдельно на тормоза Вот сами тормозные машинки То есть основная часть Всей тормозной системы Шесть поршней Это перед Ну судя по всему Да Не ошибаюсь С этим знаком И сам суппорт То есть Его непривычно То что Не как в обычном автомобиле Здесь нету таких пыльников Резиночек Там резинки ставят внутри Сами поршня просто вылазит И они за счет этого И также Снижен вес Вся этой детали Ну и хорошая Эффективность торможения Это Суппорт Вот как раз таки Которую колодку сейчас Володя показывал Это Колодка для Ручника Именно для того Чтобы Сорвать машину Вдриф Занос Ну где-то там Заработать А не для этого У нас отдельные Суппорта стоят И вот Основные Суппорта Для задней оси Они уже идут Здесь Четыре поршня Чуть поменьше Так как Сзади у нас Нагрузки На тормоза меньше И вот так Ну все это Очень легкое С такими Суппортами Гоночными В ралильной теме Я тоже знаком Но Вилвод Для дрифта Два суппорта Видел Тоже только Видел Крутых Командах Безумно Безумно рад Что Будем ехать На таких компонентах На топовых компонентах И работать На хороший результат Посмотрите На его размер Больше Любой головы Которая находится Здесь в контейнере Вот он Сила и мощь Вот она Смотрите Какая красивая деталь Именно вот здесь Вот эту часть Можно открутить И менять шестерны Для того чтобы Поменять редукцию На автомобиле Шесть болтов Это Я не делал Корзинки Смотрел Видео Смотрел Как это делается Идея в том Что ты вот эту часть Шесть болтов Пистолетом Открутил У тебя шестеренки Они даже никак не крепятся Они просто так Вставил направляющую Крышку закрыл И поехал дальше Например, надо на гонку выехать и иметь с собой шесть вариантов редукции. Прикинь с собой, шесть редукторов везти, да? Вот обычных. И замена минут 15-20. Ну, если не в кипи, что минут 30-40. То есть оно все реально решается. А так у тебя лежат две коробочки, и ты просто творишь, что хочешь. Ты приехал, и можешь даже уже механ не так устанет это делать, он будет тебе лучше редукцией, чем потом подметать где-то ходить. Это легче будет выглядеть. Есть мировой дрифт, топ-команды. Некоторые, которые, я так понял, отказывались от этой штуки. Типа, мы будем там ездить на редукторах. Они очень, но тем не менее, приходят к этому решению. Ну, у него есть один большой минус. То есть заварка, да? Да, он работает как заварка. То есть многие пилоты в мире прям принципиально едут на блокировки. Там даже тот же самый Готча, да, в всю жизнь. Хотя он тоже сейчас винтерс, кажется, подкидывает. То есть очень чувствительны некоторые пилоты к блокировке. Это уже все-таки прям заварка. Потому что блокировка – это лишнее управление машиной. То есть, понимаешь, когда ты в поворот залетел на инерции, просто свою тачку пустил, машина, когда под 90 градусов относительно твоей траектории встала, она из-за того, что заварка, она работает как ручник, понял? Как будто ручник затянут, машина летит у тебя. То есть ты газ, ничего не трогаешь, так же на ручнике летишь. А на блокировке ты с цеплением, вот этим моментом блокировки, ты можешь машину вовнутрь поворота заталкивать, понимаешь, без газа. То есть вот этим клатч-массажом. Здесь, вот он, вот эта заветная запчасть, ты переключаешь передачи просто, то есть на себя повышаешь передачу. От себя ты понижаешь передачу. Ты можешь делать это без сцепления, но для того, чтобы коробка чуть больше ходила, проще передачи включались, можно чуть разжимать, поджимать сцепление, то есть небольшое нажатие, и включаешь передачи. Это происходит очень быстро и очень удобно. Ты можешь также понижать, повышать это все, делать в какой-то экстренной ситуации. Раз понизил и поехал дальше, и с пониманием того, что ты точно включишь передачу на обычной коробке, вот как, например, мы сейчас на сплите ездили, ты лишний раз думаешь, так, надо, не переключаемся, потому что можно весь заезд испортить. И вот это вот верхушка эволюции автоспорта, все машины, даже кольцевые ездят на секвентальных коробках. Ну вот профессиональный автоспорт топового уровня выглядит именно так. Еще дополнительный, мы обнимаем этого рычага, вот по нему шифтер, я говорю. Бывает, на руль переносят, переключение передач, у тебя обычные лепестки на руле стоят, ты просто повышаешь передачу и понижаешь. Расскажешь нам, нашим подписчикам, почему на себя повышение, а от себя понижение? Потому что ты идешь в разгон, когда ты разгоняешь, понятно, тебя инерция начинает толкать назад, тебе легче, то есть ты упоешь движение, что ты на себя, тебе легче, когда ты тормозишь, инерция толкает тебя вперед, и, соответственно, теперь легче толкать рычаг от себя. Зачастую многие сейчас скажут, у меня на автомобиле, на автоматической коробке стоит там тип троник, и у меня такая же вещь. На самом деле нет, она переключается дольше, но если мы не говорим о коробке на Porsche, там по ДК, но все равно она так быстро это не делает, так можно на секвентарной коробке делать, она также, ну то есть чистая механика, тормозит двигателем, и в обычных городских машинах, вот это все наоборот, то есть если мы вперед включаем рычаг, это идет повышение, то есть там плюсик и минус, но по-моему на BMW, на немногих машинах, на немногих машинах есть именно такой же принцип, на себя ты повышаешь передачу, вот себя понижаешь. Вот мой боевой болид на сегодняшний день. Продолжение следует...